Приветствую, друзья! На связи Андрей Жериков. Как вы знаете, последние месяцы очень активно инвесторам компании Агам, ФВАМ звонят некие товарищи и предлагают помощь в возврате средств из компании Агам, из Квестеры. Или поступают звонки, или приходят смс. Я на эту тему делал видеоролик от 1 ноября. При желании вы можете его посмотреть. Он достаточно длинный, потому что, по сути, здесь вы услышите запись звонка, запись разговора этих мошенников с инвестором по имени Талгат из Казахстана. То есть, собственно, всю коммуникацию, весь разговор с мошенниками он записывал и потом предоставил мне запись. Очень интересно послушать. И у вас вообще может возникнуть вопрос, а зачем мошенники этим занимаются? Неужели на этот развод кто-то ведется? Представьте себе, да. Потому что, если вы почитаете комментарии под моим видео, то увидите следующее. Например, Алмаз пишет «Ассаламу алейкум, я из Кыргызстана». Мне тоже звонили, также говорили, я тоже отправил 200 долларов. Потом 851 доллар тоже отправил. И потом начали там застраховку 1900. То есть, мошенники действуют следующим образом. Вначале называется сумма небольшая. Там 200 долларов. Последнее время, как вы знаете, вообще сумма еще уменьшилась. Предлагается уже за 99 долларов. И если человек соглашается, а естественно человеку рассказывают, что что ты переживаешь. Во-первых, ты получишь намного больше. У тебя там в кабинете квестеры уже готовы на вывод 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов или больше. Что ты жмешься из-за каких-то там 200 долларов. Отправляй деньги, скоро ты получишь 20 тысяч баксов. Непонятно, что ты вообще там смущаешься. И человек прикидывает. Ну да, в принципе, по сравнению с 20 тысячами, как бы 200 баксов сумма небольшая. Человек отправляет. Но для мошенников это однозначно сигнал, что этот человек внушаемый. То есть, человек, которому можно легко навешать лапши на уши. И, собственно, развести на более крупную сумму. И, как видите, Алмаз пишет, что он в дополнение к отправленным 200 долларам послал им еще 851. То есть, суммарно, получается, он отправил 1051 доллар. Неплохо, да? И потом начали говорить страховку 1900. Но я так понимаю, что 1900 Алмаз им уже ничего не посылал. Да? Ну и правильно сделал. Но заметьте, что в данном случае они с одного человека поимели 1050 долларов. Стоит 1000 долларов нескольких звонков? Ну, наверное, стоит. А вот мне понравилось, как ответила Бекэтлы из города Тарас. Здравствуйте. Мне тоже звонила из Москвы по имени Ира. Сказала, скиньте 200 долларов, потом все деньги вернем. А я сказала, сначала скиньте деньги, а потом 200 долларов скину. Действительно, все очень просто. Если вы собираетесь мне вернуть, к примеру, 20 тысяч долларов, да заберите там из этих 20 тысяч долларов комиссию, сколько вам там надо, и все. А остальное мне возвращайте. Но нет, мошенников такой вариант не устраивает и обязательно должен послать им новые деньги. Это как раз говорит о чем? Что ничего они вам возвращать не собираются. За все время, что мошенники обрабатывают инвесторов, я ни разу не видел ни одного комментария, чтобы кому-то что-то реально вернули. А вот Татьяна Семочкина предоставила целый список телефонов, с которых ей звонили. Посмотрите, может быть, здесь есть телефоны, с которых и вам тоже звонили. И при этом мошенники утверждают, что они находятся по адресу Пресненская набережная, 12, Москва-Сити, Башня Федерации, 35 этаж. Если вдруг вы бываете в Москва-Сити или, может быть, работаете там, то, пожалуйста, зайдите в Башню Федерации, 35 этаж и посмотрите, есть ли там хоть на каком-нибудь офисе название Квестра или что-нибудь наподобие. Вот еще пользователь Морданбек пишет. Я отправил, ничего не получил, 200 долларов. Я ему в комментариях написал. Вот и плохо, что отправили. Получается, вас скинули два раза. Мошенники из Квестры и теперь еще эти мошенники. Я записываю видеоролики про Квестру уже два года. Неужели трудно было задать вопрос на канале? Вот пользователь Танюшка К. пишет. Нашелся, конечно же, такой умник. Мне позвонили и сообщили, что я попала в список вкладчиков, которым компания готова выплатить 7700 долларов. Я перевела им 200 долларов, но в отличие от парня с видео, меня никто не предупредил, что надо будет еще оплатить комиссию и страховку. Я решил рискнуть. Не такие уж большие деньги. Ну, собственно, на этот весь расчет мошенников. После перевода 200 долларов кабинет мой мне никто не подключил, а сообщили, что теперь мне необходимо оплатить комиссию в размере 600 долларов. А кабинет личный мне подключат после того, как я получу выплату. Я, конечно, долго упиралась. Мне меняли менеджеров. Какие-то начальники отделов мне звонили. Даже с Гонконга был звонок. За 200 баксов задавила жаба, и менеджер меня заверил, что после этой выплаты точно больше ничего платить не придется. И я сегодня же получу свои деньги. Я перевела им 600 долларов. Без лоха жизнь плоха. Ну, то есть, суммарно, получается, она отправила уже 800 долларов. И это не конец. Вашу сумму надо застраховать и перевести 1000 баксов. То есть, она им отправила 800, но мошенники стали требовать, что надо еще больше отправить, то есть 1000. Все. На этом я остановилась. Но они от меня не отстают. Это было в октябре. До сих пор звонят, меняют менеджеров. Те водят задушевные беседы со мной, пытаясь убедить выплатить эту 1000. Номер точно такой же, как и в этом видео. Свои 800 я не верну уже, поэтому продолжаю общаться с ними ради интереса, как же надолго их хватит. Я точно уверен, что список не случайный. Они выбирают тех, у кого были небольшие пакеты, и те, кто успел вывести свои деньги и ничего не потерял, либо потерял, но немного. Очень надеюсь, что мой горький опыт кому-то поможет. Если найдется тот, кто решился перевести им страховку, напишите, что в итоге. Хотя и так понятно. Ну, насчет того, что они звонят только тем, у кого были небольшие пакеты, я не знаю. Потому что, если у человека был большой пакет, и он ничего не успел вывести, то когда ему говорят, слушай, да ты сейчас можешь вывести там 50 тысяч долларов, к примеру, да? Че тебе стоит 200 евро нам послать? То есть, как бы, пожалуйста, напишите в комментариях, например, у кого, в общем-то, куплены в АГАМ или ФВАМ большие пакеты, и вас тоже пытались таким образом обработать. А вот еще один пользователь пишет, «Здравствуйте, хочу поделиться своим горьким опытом. Не хочу, чтобы люди попались, как я. Я отправил ей страховку. После они сказали, что мне нужно приобрести офшорную карту за 5 тысяч долларов. Нормально. И 800 долларов за услугу банка. И я это отправила. Влезла в долги. Не судите меня, но я надеялась и верила, что получу эти 72 тысячи. Вот так вот. После я еще отправила 22 тысячи долларов НДС за перевод денег. НДС за перевод денег. Отлично. Хотела отказаться, но меня начали пугать, что придут большие штрафы за то, что я удерживаю деньги. Короче, я не в себе. Мне 25 лет, но, видимо, я очень доверчивая. В банк заложила дом и взяла кредит. Люди, я так и не получила деньги. Не верьте им. А вы спрашиваете, кто на эту чушь ведется. Как видите, ведутся. И денежки переводят. И крупные деньги переводят. Танюшка Семочкина пишет. Я перевела. Все плохо, конечно. Стресс большой получила. Все разговоры записаны. Скрин тоже есть. И вот в адрес девушки, которая перевела крупную сумму. Держитесь. Я вам очень сочувствую. Теперь буду спать спокойно. А то в глубине души все надеялось. Может быть, надо было оплатить уже страховку. И получить уже свои шаровые бабосики. Люди, читайте наши сообщения и учитесь на чужих ошибках. Посылайте этих уродов куда подальше. Помните на так называемых бизнес кофе? Кофевары вам говорили, что надо думать позитивно. Надо думать о хорошем. Потому что если вы думаете о плохом, то вы притягиваете к себе негатив. А вот надо мыслить позитивно, и вы притянете к себе позитив. И вот смотрите, чем этот позитив заканчивается. То есть человеку говорят, у тебя есть возможность вернуть из компании деньги. Это же позитив. И человек, ой да, здорово. Скоро я получу там свои десятки тысяч долларов. Классненько, позитивненько. Да, только ты нам должен отправить денежки. 200 баксов, там 800 баксов и так далее. Ничего не напоминает, ребята, старую сказку? В лунную полночь надо выкопать ямку. Положить туда золотой. Засыпать землей. Посолить хорошенько. Полить из лужи. И сказать волшебные слова. Цссс. Говорю только тебе. Кракс. Факс. Пакс. И идти спокойно спать. А рано утром вырастает дерево. Все покрытое золотыми монетами. Понимаешь? Или хоть один человечек, которому реально что-то заплатили? Только не фейковый, а какой-нибудь подставной. Потому что мошенники могут вам организовать и такого фейкового человека, который будет говорить. Ой, да вы что? Я вот заплатил им 200 долларов, и мне тут все вывели. Вот я сейчас миллионер и так далее. Вы же, надеюсь, сейчас прекрасно понимаете, что вся квестра изначально была построена на вранье. Лоховозка с подставными директорами. Так вот и вопрос, ребята. Ради какой-нибудь мелочи люди идут в интернет и ищут отзывы. Почему вы не проверяете информацию? Я поражаюсь. Как видите, некоторые зашли на мой канал и в комментариях задали вопрос. А вот мне позвонили, предложили вывести деньги. Верить им или не верить, да? Ну, мы им, соответственно, сказали, что мы об этом думаем, да? Или у нас есть чат «Фывамзакон», где тоже множество инвесторов адекватных, не фанатиков. Это в чатах фанатиков вам будут говорить. Не слушай всяких негативщиков. Это наша великая компания, которая вот в апреле 2020 года обязательно запустится и всем все заплатит. Можно сказать, что фанатики как раз действуют на руку мошенникам. Почему? Потому что они друг друга подогревают. А, все, в апреле 2020 года, все, компания начнет платить, все запустится, там наши миллионы уже накоплены, да? И тут звонок. Здравствуйте, а мы готовы вам помочь вывод сделать из квеста. И человек думает, ой, это, наверное, как раз то же самое, что планируется. Там компания из Гонконга, только они не в апреле, а раньше хотят мне денежки вывезти. Понимаете? То есть, вот этот весь позитив, который фанатики излучают, что скоро все заработает, все заплатят. Вот мошенники этим и пользуются. Думаю, что вы и без меня прекрасно знаете, что сейчас появился сайт с адресом квестра-world.ru. И инвесторам квестра приходят смс-ки с предложением как раз перейти на этот сайт и получить компенсацию. Внимание! Все источники, незаконно использующие имя квестра-world, заблокированы. Просим обратить внимание на то, что официально квестра-world приостановила работу 25 мая 2017 года и возобновила 18 июля 2019 года. Ну, во-первых, 25 мая 2017 года были заблокированы кабинеты в четырех странах. Германия, Польша, Казахстан, Украина. Да? А сама компания юридически она никуда не девалась. Квестра-world, я в одном из видео показывал, как юридическое лицо в Испании, оно существует до сих пор. Оно никуда не исчезло ни в 2017 году, ни в 2018, оно и в 2020 работает и возобновило 18 июля 2019 года. Вранье! Лидеры, продолжавшие работу на местах, являются мошенниками, лишены полномочий и не имеют никакого отношения к международной компании квестра-world. Ну, конечно. А то, что во всех офисах висели логотипы компании квестра, это, конечно, ничего не значит. Просьба не обращать внимания на их рекомендации, так как они действуют только в своих интересах. Квестра-world возрождается. Руководство инвестиционного фонда спешит оповестить вас о восстановлении работы, а также приносит извинения за приостановление работы в 2017 году. Квестра-world считает своим долгом объяснить причины произошедшего и цели возрождения фонда. Просьба всех активных инвесторов ознакомиться с информацией и принять учение о восстановлении прежней работы. Если вам пришло оповещение, данные на 2017 год совпадают, ой, представьте, сколько вам уже денежек 2017 года накапало. Была произведена колоссальная работа над ошибками, анализ дальнейших действий. В порядке очереди всем активным инвесторам производится выплата долгов с учетом накопившихся на сегодняшний день дивидендов. После того, как вы активруете личный кабинет, вернитесь в школу и научитесь писать без ошибок для начала, вы получаете доступ к счетам и дивидендам. Для первоначального входа не ободим только номер телефона двоечники, которые пытаются изобразить из себя великую корпорацию, только номер телефона, зарегистрированный в 2017 году или на который пришло уведомление. С 3 января 2020 года по 20 апреля 2020 года будут произведены выводы всех вкладов с учетом накоплений в порядке очереди. Основным условием для стабильной работы компании является инвестиция в размере 20% от всей суммы на личном кабинете. То есть 20% остается в виде активного депозита, который будет работать на вас в течение 4 месяцев, вывод которых также будет доступен по истечению срока депозита. Обратите внимание, Квестер Волт не просит внести сумму в размере 20%. Эта сумма вычитывается, не вычитывается, а вычитается двоечники из вашего общего депозита на сегодняшний день. А основная сумма готова для использования после активации личного кабинета. Правило безопасности достаточно простое. За номинал вклада инвестиций ответственность несет непосредственно брокер, осуществляющий сделку, так как сумма его депозита в нашей компании должна превышать сумму осуществляемых сделок. Тем самым с материальной стороны застрахован каждый наш инвестор. Конечно. Я еще в 2017 году слышал, что там вклады в Квестере застрахованы. Ага. Сильно помогли вам эти страховки. Цель возрождения Квестера Волт – это восстановление первоначальной, успешной, стабильной и прибыльной работы. Как вы помните, первый год был более чем успешным, но ряд причин помешал дальнейшему развитию. Ну, конечно. В любой пирамиде начальный период он очень успешный. Денежки хорошо собираются. Причины. Бюрократия. Из-за признака финансовой пирамиды по решению суда работа инвестиционного фонда была приостановлена. 24 июля 2017 года Министерство финансов Российской Федерации заблокировало наши активы. После многочисленных судебных процессов решение было вынесено в нашу пользу. В последствии чего мы можем твердо заявить, что с данной проблемой мы больше не столкнемся. Ну, что сказать. Нескончаемый поток вранья. Официальный владелец компании Квестер Волт Диего Мартин четко говорил, что средства были заморожены летом 2017 года в Кабе-Верде по решению прокуратуры Кабе-Верде. Никаких решений Министерства финансов Российской Федерации 24 июля и в помине не было. А уж тем более после многочисленных судебных процессов. А ну-ка назовите нам даты этих процессов. И желательно решение суда в нашу пользу, да? Решение было вынесено в нашу пользу. Ну-ка дайте нам ссылочку на это судебное решение. Коррупция. В начале 17-го года руководителям в регионах были расширены многие полномочия, и это привело к тотальному хищению средств. Когда заблокировали счета, средства остались только в регионах и были попросту украдены. Многие из этих предприимчивых людей уже понесли наказание. Да что вы говорите? Ну-ка имена, фамилии, пароли, явки. Назовите, чтоб хоть кто-нибудь понес наказание. Полномочия вернулись в центр управления при ежемесячном отчете перед каждым инвестором в личном кабинете. Неактивность. Из-за указанных выше причин инвесторы стали менее активными. Поток средств в фонде замедлился. А при чем здесь активность инвесторов? Инвестор это вообще-то человек, который получает пассивный доход. От него никакой активности и не требуется. Поэтому то, что у вас там поток в фонде замедлился, это ваши проблемы, господа. Пинайте ваших трейдеров, которые якобы у вас есть и которые где-то там что-то торгуют. Да? Чтобы у вас поток денег в фонде ускорился. Решение проблемы с бюрократией и коррупцией руководство фонда берет на себя. Эти проблемы уже решены. Понятно? Активность инвесторов в решении данного вопроса лежит не только на руководстве фонда, но и на вас, обычных инвесторов. Даже сейчас для восстановления плодотворной работы вам необходимо проявить активность. За что фонд выплатит дивиденды каждого. Наверное, каждому. Выплата задолженности. Будет собрана шестизначная сумма, которая полноценно будет направлена в проверенную экспертами инвестицию. Все заработанные дивиденды пойдут на выплаты долгов в соответствии с очередью. Таким образом, эта сумма участвует по циклу до полного погашения долгов и остается в фонде в качестве финансовой подушки. Хроники и события сообщества. 25 мая 2017 года прошла презентация, уведомив о приостановке ввода и вывода в личных кабинетах. Используя каналы YouTube и новостные сервисы. Ладно, не буду тут придираться к грамотности. Приостановку ввода и вывода, еще раз повторю, касалось только четырех стран. В остальных странах все продолжало работать до 1 августа 2017 года, до момента ухода в отпуск. 24 июля 2017 года Министерство финансов заблокировало активы. Активы заблокировала прокуратура Кабо-Верде, а не Министерство финансов Российской Федерации. 10 апреля 2019 года были закрыты все наши сайты и личные кабинеты. Ой, беда-то какая! И кто же вам закрыл ваши кабинеты-то? У такой великой корпорации номер один, с многомиллиардными оборотами. Это у кого только рука поднялась вот так вот взять и закрыть все сайты и личные кабинеты. 12 июля 2019 года нашему сообществу разрешили запустить лишь основной инвестиционный проект Quester World. А 18 июля 2019 года Quester World произвела первые выплаты. Вы там все ноете, что выплат нет. Так вот, с 18 июля уже выплаты идут, а вы все ноете. Ну, ребят, резюме какое. Разумеется, это развод, никому ничего отправлять не надо. Сами видите, что некоторых, по сути, кинули уже два раза. Один раз, когда они инвестировали в квестру, и второй раз, когда отправляли деньги этим мошенникам. Кстати, эти мошенники могут вообще никакого отношения к квестру не иметь. Просто взяли логотип квестра, взяли картинки про квестру, зарегистрировали сайт с похожим названием, вот и все. В общем, господа, пожелание простое. Но не будьте вы наивными, как Буратино. Не давайте лисе Алисе и коту Базилио вас дурить. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.